Продолжаем разбор неопределенных интегралов. Вначале, как обычно, приглашаю вас посмотреть очередное видео на нашем новом семейном канале. Кому интересно, ссылка будет в описании. Прежде чем смотреть разбор, попробуйте найти этот интеграл самостоятельно. Если у вас уже достаточно большой опыт нахождения интегралов, то вы сможете увидеть замену, хотя она не такая очевидная, как обычно. Замена должна быть такая. Итак, единицу, деленную на х в кубе, нужно будет заменить на новую переменную t. Ну и дальше уже выразить из этого равенства х, найти дифференциал dx, ну и так далее. Если вы не смогли найти эту замену, то тогда нужно будет решать постепенно следующим образом. В числителе dx пока перепишем. Х в кубе мы тоже пока перепишем. А вот теперь мы х в кубе вынесем сначала за скобки под знаком корня. Давайте это сделаем. То есть корень кубический. Под знаком корня выносим х в кубе. Тогда получится у нас в скобках 2 разделить на х в кубе минус 1. Теперь х в кубе можно вынести за знак корня. В результате получаем интеграл dx разделить на х уже в четвертой степени. А под знаком корня тогда останется у нас разность. 2 разделить на х в кубе минус 1. И вот теперь х в четвертой степени, которая находится в знаменателе, нам нужно внести под знак дифференциала. Кто-то сможет сделать это устно. У кого-то не получится. Давайте сделаем это подробно. Итак, единицу деленную на х в четвертой степени нам нужно внести под знак дифференциала. То есть нам нужно представить это выражение в виде дифференциала какой-то неизвестной пока нам функции. То есть наша задача найти вот это у. Для того, чтобы у найти, нужно проинтегрировать обе части вот этого нашего равенства. Тогда интеграл левой части, то есть х минус четвертой dx, будет равен интегралу du, то есть u. Так как нам нужен самый простой вид вот этой нашей функции, то константу c мы возьмем равной 0. В левой части у нас простейший табличный интеграл от степенной функции, который равен переменной х в степени на единицу больше, то есть минус 4 плюс 1, это будет минус 3, разделить на эту же степень, то есть на минус 3. И все это равно u. Я уже говорил, константу мы взяли равной 0. То есть окончательно мы получаем u равно минус 1 треть умножить на единицу, деленную на х в кубе. То есть мы нашли то, что окажется под знаком дифференциала после внесения того, чего нам нужно под знак дифференциала. Итак, единица разделить на х в четвертой степени dx будет равно du, то есть это будет d, а вместо u мы подставляем то, что мы нашли. Это будет минус 1 треть умножить на единицу, деленная на х в кубе. Минус 1 треть можно вынести и окончательно получаем минус 1 треть умножить на дифференциал от единицы, деленная на х в кубе. Возвращаемся к нашему интегралу и в результате получаем вот эту минус 1 треть, которая у нас появится в числителе. Мы сразу вынесем за знак интеграла. Тогда получим минус 1 треть интеграл. Вот этот корень кубический мы запишем в виде степени для удобства и перенесем в числитель. Тогда у нас получится 2 разделить на х в кубе, минус 1 и все это в степени минус 1 треть. И умножить на дифференциал вот тот, который у нас здесь получился. То есть дифференциал от единицы, деленной на х в кубе. Для того, чтобы под дифференциалом получить вот эту нашу скобку, нам не хватает в числителе двойки. Значит рассуждаем так, умножим на 2, разделим на 2, от этого ничего не изменится. Затем вносим двойку под знак интеграла и сразу вносим под знак дифференциала. Тогда в результате двойка у нас в знаменателе остается, то есть будет уже минус 1 шестая. Интеграл от 2 разделить на х в кубе минус 1 в степени минус 1 треть умножить на дифференциал от 2 разделить на х в кубе. Вот мы двойку внесли. И далее мы можем под знаком дифференциала прибавить или отнять любую константу. Нам удобно вычесть единичку. От этого дифференциал не изменится. И теперь мы добились под знаком дифференциала то, что у нас находится в основании степени. То есть другими словами мы получили обычный табличный интеграл от степенной функции. Предположим, если мы сейчас вот это обозначим, например, через t, тогда это тоже будет t. Тогда мы получили интеграл вида t в степени α dt. То есть обычный табличный интеграл. Итак, в результате мы получаем минус 1 шестая умножить на t в степени на единицу больше. То есть это будет у нас 2 разделить на х в кубе минус 1 в степени минус 1 треть плюс 1. То есть плюс 3 третьих. В результате получаем 2 третьих. И разделить на эту степень. Разделить на 2 третьих это все равно, что умножить на 3 вторых. То есть умножаем на 3 вторых. Да плюс еще константа c. Перемножим вот эти наши дроби и уже можно записать ответ. То есть окончательно получаем минус 1 четвертая умножить на 2 разделить на х в кубе минус 1 в степени 2 третьих и плюс константа c. Кому решение понятно, ставьте лайк и не забудьте зайти в гости на наш семейный канал. Ссылка будет в описании. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!